Всем доброе воскресное утро! Сегодня у нас с Катей на завтрак блюдо, которое мы готовим очень часто. То есть вот с тех пор, как Катя прочитала эту книгу, мы, наверное, эти блинчики готовили раз 7-8. Они нам очень нравятся, но почему-то мы до сих пор их не показали вам. Я, кстати, сегодня допиваю свой тыквенный любимый чай, закрываю сезон. Вообще, я этот чай покупаю именно только где-то в ноябре месяце, чтобы перед Новым годом создавать себе настроение. И вот сегодня у меня ушел последний пакетик, и мне немножко от этого даже грустно стало. Ну ладно, Катя, давай нам расскажи, что за блины. Для тех, кто не помнит, я напомню, что блины это мое коронное блюдо. Света вообще не умеет готовить блины по очень обычной причине. Она не может их переворачивать. Я спокойно их переворачиваю, не голыми, конечно, руками. Хотя на некоторых сковородках я могу это сделать и голыми руками. И если вас смутит в рецепте минералка, не бойтесь. Минералка им добавляет очень красивый матовый эффект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте попробуем. Хотя мы их уже столько раз пробовали, что для нас не будет удивительно то, что это вкусно. Нет, я эти блины советую всем. Главное не жалеть лука, не бояться его использовать. И сыра. Вообще в рецепте у Маулины написаны два вида сыра. Мы покупаем всегда только один, какой-нибудь твердый. И мы для этих блинов нашли самый вонючий сыр, который только можно было найти у нас в магазинах. Поэтому пользуемся именно им. Потому что то вот в рецепте, по-моему, у неё указано хардский сыр. К сожалению, у нас в продаже мы его не нашли. И сегодня мы поговорим на довольно-таки злободневную для нашего канала тему. Это про книжные шкафы. А почему тема злободневная? Про чистку. А потому что у Маши на канале выходило видео про книгозорра. Это Света придумала. Там Маша к нам на Новый год приехала. Света я предложила снять такое видео. И на днях у нас вышло видео, где Света сама по своей воле почистила книжный шкаф. Вообще, я его хотела почистить до того, как Маша заглянет на мои полки. Но, к сожалению, до Нового года времени на это не оказалось. Пришлось чистить после. Идея действительно вот этого видео про... Короче, даю оценку книжному шкафу другом. Мне пришла в голову в конце осени. Мы очень ждали Машу, когда она приедет, а мы эту идею реализуем. Я вообще не поняла какой-то странной реакции на это видео. Вот-вот, серьёзно. Потому что у многих пошёл негатив. Как это так, кто-то лезет на чужие книжные полки? Ну, во-первых, начнём с того, что Маша мне не чужой человек. А во-вторых, я ни за что не поверю, что когда вы приходите к кому-то в гости, вы не смотрите на полки, да, и мысленно в голове не прикидываете, чтобы вы хотели перенести в свою библиотеку, а чтобы брать не стали. Поэтому для меня это было совершенно нормально. Тем более, я Маше разрешила лазить по моим полкам. И я прекрасно знаю Машин вкус. И более того, до того, как Маша ещё сказала, какие книги она выкинет, я прекрасно знала, какие уйдут в мусорную корзину, скажем так. Поэтому в следующий Машин приезд я отправлю её на свои полки и буду смотреть, как она избавляется, наверное, от 90% моих книг. Так же, как я знаю, от каких книг бы избавилась света на моих полках, это тоже будет большая часть. Так же, как и я со светлых полок тоже уберу большую часть. Вот эта вот тема от того, когда люди, которые много читают, любят книжки, избавляются от своих старых книг, почему-то она многих вызывает именно на негатив. Что если вы так легко избавляетесь от книг, которые вам подарили, или которые вы любите, или которые вам понравились, то вы книги на самом деле не любите. Я более того скажу, я не люблю книги, я люблю читать. Для меня книжная эстетика, скажем так, книжная аура, это не самое главное в читательском процессе. Мне больше всего ценно то, что в этих книгах написано, нежели сама книга как физический объект. Причём про это мы уже неоднократно говорили. Потому что любить книги и любить читать – это две очень разные вещи, и они друг другу не тождественны. Сейчас очень много людей, которые любят именно книжную эстетику, которым нравится сама мысль о том, что они немножко не такие, как все, и они любят книги. Но при этом, когда ты заводишь с этими людьми разговор о книгах, именно о прочитанных книгах, или о том, что тебе хочется почитать, ты понимаешь, что для них не столь важно содержимое этих книг, нежели то, как у них всё это стоит на полках, или там они любят сидеть в кафешках, где книжная атмосфера. У нас, кстати, есть в городе даже шаурмячная, в которой стоят книжки. А шаурма – это тот продукт, который ты культурно не поешь. То есть ты в шаурму заходишь пожрать. И вокруг тебя вот эти вот полки книжные с классической литературой, портреты писателей на тебя смотрят. И, честно говоря, я в первый раз, когда мы туда попали, я немножко прихренела. Просто нелепо выглядела. Это настолько сейчас вот эта вот книжная эстетика модна, что даже уже в шаурму... Ну, шаурмячная, забегаловка! Да, там делают вот этот книжный дизайн. Для меня это был просто вынос мозга конкретный. Обязательно везде лежит русский. Ты сидишь с шаурмой, у тебя там падает этот, капает соус на тарелочку, на подносик, и тут же ты как бы возвышенно... Да, возвышенно духовно читаешь классическую литературу. Но мы начали-то вообще не про это. Я не вижу ничего плохого в том, что когда вы прочитали книгу, да, пусть она вам невероятно понравилась, но вы её как бы либо относите в библиотеку, либо вы её продаёте, либо дарите другу, либо оставляете в подъезде, либо даже если вы её выкидываете, если у вас есть такая потребность, я не вижу в этом ничего плохого. Потому что главное в книге это не то, что у вас она физически есть, а то, что она вложила в вашу голову. Вот и всё. Для меня это вопрос очень простой и совершенно безболезненный. Я хотела сказать, Света это сказала, но да, вы можете ей сейчас стыкнуть, что Света, у тебя же пунктик на твоей полке. Да. Да, у Светы есть этот пунктик, но опять-таки при этом она абсолютно спокойно чистит шкаф. Понимаете? Вот мой пунктик на то, как стоят книги на полках, да, это не привязка к книгам, это пункт чисто психологический. То есть, знаете, есть люди, которые рисуют какие-нибудь там чёрточки, да, на бумаге, когда разговаривают по телефону. Или, например, вот у меня есть другой пунктик. Я когда прихожу к бабушке, у бабушки газ открывается при помощи специальной отверточки. И вот эта вот отверточка, она должна на столе для меня лежать только определённым образом. То есть, я обязательно, заходя в комнату, если она, вернее, на кухне, если она лежит не так, я её поправлю. Вот то же самое у меня с нижними полками. Это психологический вот момент. То есть, это не потому, что, о боже, мои прекрасные книжки стоят не в том порядке, в котором они должны стоять. Нет, меня просто раздражает, когда у меня вот цепляется глаз, и я вижу, что вот это мне не нравится. У меня такой пунктик, наверное, на моём рабочем столе. У меня всё там лежит вот чуть ли не по линеечке. Вот я со Светой, естественно, согласна в плане чисток полок. В декабре я прочитала «Долину кукол», на которой у нас был читательский дневник. Мне очень понравилась книжка, но я её отправила на Лайбекс. По одной причине. Я не буду её перечитывать, пусть эта книжка достанется ещё кому-то. И мне не надо её хранить на своих полках. На моих полках в итоге остаются книги, которые мне дороги, как память. Это какие-то очень любимые вещи, даже если я знаю, что я не буду их в ближайшие лет 10 перечитывать. Это-то я от таких книг избавляюсь. Это книги, к которым тебе хочется возвращаться, и ты знаешь, что ты к ним вернёшься. И у меня, в отличие от Светы, абсолютно нет пунктика на том, как выглядят мои книжные полки. Мне вообще наплевать, как они лежат. То есть для меня они лежат-то по какому-то смыслу, но он не особо очевиден. То есть там букинистика у меня отдельно, какая-то классика отдельно, а где-то навалено всё вот так, как навалилось. И обычно, когда вот мы снимаем покупки, я привожу свои книжки домой, я ведь не ищу, где их поставить красиво. Я просто их рассовываю по пустым местам. Всё. Если говорить о книжной эстетике, я вообще с этим не сталкивалась никогда. Даже когда я на Литфаке училась. То есть последних 2 года, 3, это пошло. Причём я не сразу это заметила, я до сих пор не понимаю, почему во всех этих кафе есть Бродский. Это прям такая кофейная фигура теперь стала. Да. И туда же сейчас пытаются привязать Маяковского. То есть любую кофейню, куда вы зайдёте, Понимаешь, я понимаю наличие Маяковского, потому что Маяковский хотя бы внешне очень интересно выглядел. А Бродский... А Бродский просто писатель не для всех. Поэт, Светочка. Писатель, поэт для очень особенных. Когда мы проходили Бродского, это философская поэзия, которая мало кому интересна. Это не камень в огород тех, кто любит Бродского. Нет, естественно. Если вы искренне его любите, это прекрасно. Это в тему того, что сейчас... Вот опять-таки фигуру Бродского, да? Его превратили в символ. Растиражировали, да, и превратили в какую-то коммерческую, я не знаю, в какую-то коммерческую реально фигуру. На каждом стакане у нас кофе Бродский. А при этом действительно люди, которые не читают Бродского и не любят Бродского и не понимают его поэзию, они тоже как бы с опломбов говорят про то, что как бы, ну вот, Бродский их любимый поэт. Да. А Бродского читать сложно. Это на самом деле так. Это не то, что я тупая, например, его не понимаю. Но его поэзия, это поэзия не для слабого ума, скажем так. Мне кажется, изначально популярность Бродского пошла от одного. Это от фотографий с котиками. Да. Вот. Ну ладно, мы-то... Какой-то смешной не было. Нет. Я вообще считаю так. Вот представьте, вот мой книжный шкаф. Я туда складываю все книги, которые мне нравятся, да. И я к ним не возвращаюсь больше. Они стоят 10 лет, 15, 20, 30. Они стоят там 50 лет. Что с ними происходит? Они желтеют, скукоживаются, идут плесенью, покрываются пылью. Они стоят просто мертвые. Их никто больше не трогает. На мой взгляд, для самой книги гораздо лучше, когда ее передают в другие руки. Она получает жизнь, у нее появляется история. Мне кажется, это гораздо лучше для книги, нежели если она будет разъебать на моих полках. Поэтому я... Мне абсолютно как бы... Мне не жалко эти книги ни продавать, ни отдавать бесплатно. Я даже, вот знаете, когда я дарю книгу, узнаю, например, что человек эту книгу либо продал, либо передарил кому-то еще. Мне не становится от этого обидно, потому что ты даришь, когда вот даришь книгу, в моем понимании, ты даришь не физический объект, ты даришь то, что содержится в этой книге. Вот что. Я не вижу, как ничего плохого в том, что кто-то коллекционирует книги, да, как физические, вот именно физические объекты. Так ничего плохого в том, что люди читают книги и тут же как бы пускают их в оборот дальше. Это абсолютно равноценные друг другу понятия, просто у всех разные ценности, разные увлечения, разные приоритеты. Я хотела бы вернуться к теме Машиного видео. У нее, кстати, много на этом видео дизлайков и бомбических комментов. И мне на самом деле было обидно не за нас со светинами полочками, а мне было обидно за Машу. Да. Это было видео шуточное, но кто-то этого не раз слышно и не понял. Я гораздо больше ценю тех людей, которые умеют сказать правду, чем тех, которые будут подхалимничать и подлизываться. Когда кто-то придет и начнет, боже, у тебя такие прекрасные полки, у тебя такие прекрасные книги, у тебя такой утонченный, прекрасный, великолепный литературный вкус. Несмотря на то, что наоборот, с учетом логинджа. Мне гораздо приятнее те люди, которые умеют выразить свое мнение и свою позицию. При этом не просто скажут, ой, что за говно ты читаешь. А смогут обосновать, почему для них это говно. Потому что, знаете, очень часто бывает такое, что ты с кем-то завязываешь разговор, человек говорит о том, что вот это вот ты такое говнище прочитал, что просто невозможно. И на все твои как бы вопросы он может только одно сказать, почему ему эта книга не понравилась. Ой, ну это не мое. Да, поэтому это говнище. Давайте заканчивать, потому что я чувствую эту тему настолько обширной и нас может понести в разные степи. Хватить на пару часиков, завтрак должен быть коротким. В общем, готовьте этот блинчик, он очень вкусный. Я его рекомендую Мы ждем от вас комментариев по поводу того, как вы относитесь к этому книжному обороту. То есть, есть ли для вас какое-то препятствие избавиться от книг из своей библиотеки, от тех именно, я не говорю, от дорогих и любимых, именно от тех, которые, да, вам понравились, но вы знаете, что вы больше эту книгу не возьмете в руки. Будете ли вы держать ее у себя на полке или все-таки дадите ей шанс на то, что где-то в других чужих руках она станет любимой. На этом давайте все-таки заканчивать. Всем спасибо за внимание, хорошего вам дня и приятного аппетита. Котики читаем с любовью.